В этом доме живет девелопер Константин Алексюк. Он не только строит дома в этом поселке, а сам здесь живет, да еще и грабит всех соседей. Хочет по 19 тысяч рублей в месяц дома или таунхауса. А не платишь, начинаются проблемы, отключение света, воды всего на свете. И вот эта война дошла до такой степени, что сегодня в 9 утра 30 сентября жители этого поселка нашли мой телефон каким-то образом. Незнакомые люди позвонили мне и говорят, Глеб, спасай. У нас отключили 8 таунхаусов, прям целую улицу, с двух сторон, света нет. И я приехал посмотреть в глаза этому человеку. У людей не было света 12 часов. В каком доме? Вот в этом доме. Вот в этом. На по всей улице не было света. И жители этого поселка еще и прислали мне видео, где Алексюк ухмыляется и подмигивает. Ну держись, Алексюк, теперь будешь подмигивать всей стране. Между прочим, я нахожусь в Одинцовском районе Московской области, там, где дача Путина, крутизна несусветная. И глава района обычно не подчиняется губернатору, он круче. Его ставит охрана самого Путина. Вот в этом районе, в 20 километрах от Москвы и происходят эти баталии. И поэтому сюда изволил приехать Сергей Хациев. Глава городского поселения. Большие везем. И вот его лицо. Вы можете увидеть, как он уже приезжал на встречу с жителями и говорил им, надо платить. Ну что, Сергей Хациев, теперь вы тоже ответите за страдания жителей поселка Восточный. А заодно я начну разбираться, что вас связывает с девелопером Алексюком, а? Может, у вас совместный бизнес? Может быть, вы вместе грабите не только жителей Восточного, но и всех жителей городского округа Большие Вяземы, а? Разберемся. Вот улица таунхаусов, которые сегодня отключили от света. Меня ждут разгневанные мамы. Здесь двухмесячный ребенок, двухлетний ребенок. А вот эти машины, кстати говоря, загораживают колодцы, потому что товарищи в поселке Восточный пытаются отрубить жителей от водоснабжения. И они забаррикадировали своими машинами, чтобы их не отрубили. Но хрен с ней водой, это не главное. Многие здесь уже выкопали себе собственные колодцы и воду. Главное, свет и газ под зиму-то, да? Ну, пошли общаться с женщинами, которых вырубили. Сегодня отрубили этот, 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 этот и этих четыре дома. И еще один дом на дальней улице. То есть здесь восемь или сколько? Здесь восемь домов. Да, еще одно, 118-й, вот там чуть дальше нам будет. Маленькие дети во втором и в третьем доме. У вас ребенку сколько? Два годика. Два годика. Вот здесь двухмесячный ребеночек живет. Вообще ребята заехали буквально полгода назад. Да, да, даже полгода нет. Они заехали, да. Вчера они сдались. После 12 часов пребывания без света. Ага. И они вынуждены были подписать, потому что малышка... Итак, коттеджный поселок Восточный. Довольно старенький, ему уже больше 15 лет. Значит, жители этого поселка несколько лет управлялись сами своим хозяйством. И у них получалось меньше 5 миллионов рублей в месяц за все про все. Охрана, чистка дорог, все на свете. И вдруг в 17-м году проснулся товарищ Романов и Алексюк. У них есть фирма РА Инжиниринг. Романов, Алексюк это их бизнес. Они владельцы сетей электричества, газа и воды по этому поселку. И они сказали, так, ребятки, а давайте-ка вы нам будете платить. Ну, для начала по 12 тысяч рублей в месяц каждого дома. Окей, люди стали платить. Год прожили, а в этом году вдруг Алексюк с Романовым решили. Мало 12, давайте 19. Тут народ перестал платить, и тогда их стали прессовать. Происходит отключение света регулярно, иногда по 12 часов. И когда к Алексюку приходят люди, он говорит, официальная версия авария. Не знаю, что сломалось, и я не отключал. Потому что по закону он не имеет права отключать жилые дома от электричества. Тем более, что у большинства жителей этого поселка уже заключены прямые договоры на свет с МОЗ Энергосбытом. И счетчик, который висит около дома, он принадлежит этому частному лицу. Но туда тянет свою лапу какая-то сволочь и выключает. А потом Алексюк говорит, я не выключал. Так, у нас есть редкая возможность, когда мы можем посчитать все расходы и прибыль девелопера хозяина поселка. Я буду вот на этой белой стеночке с помощью компьютера писать. Итак, жители этого поселка платили по 12 тысяч рублей в месяц целый год. И в целом заплатили 9 миллионов. Фирму РА Инжиниринг. Алексюку с Романовым. Значит, 9 миллионов. Теперь расходы. Четыре человека охраны были по договору с охранным агентством. 240 тысяч рублей в месяц платили этому охранному агентству. Получается около 3 миллионов рублей в год. Дальше три таджика, которые здесь дороги чистят, то-сё. Значит, им платят, говорят, по 25. Ну, пусть по 30. Итого получается около миллиона рублей в год. И дальше у управляющего зарплата 80 тысяч рублей в месяц. Вот я его поймал здесь на дороге, когда женщины митинговали. Так, Лёш, это вы отключили свет людям, да? Обратитесь, пожалуйста, к собственнику линии. Вы камеру рубали, да? Вы отрубали людям свет, да? Алексею Кукан сегодня, да? Чё, испугался, да? Нет, страшно, нет? Иди ответь, чё перед людьми. Он не готов говорить в камеру, но готов отключать жителей от воды, света, газа сам, своими руками вместе. Итак, управляющий съедает ещё почти миллион рублей в год. Итого, 3, 1, 1. 5 миллионов рублей в год все расходы на этот посёлок, чтобы жить долго и счастливо. А заплатили люди 9 миллионов. Итого 4 миллиона рублей чистая прибыль Алексею Ка с Романовым. И вот он ухмыляется, глазки строит. Видите, да? Ему всё мало. Неужели этот Алексею Кукан просто щипач, который может только высасывать деньги из своих соседей? Неужели у него нет нормального бизнеса? Да нет, вот смотрите. Он строит дома на продажу. Вроде достойный человек должен получиться. Берёт землю 15 соток, строит коробку 400 метров без отделки и хочет за всё про всё. 24 миллиона. Или пополам. По 12 миллионов каждому совладельцу. Это дуплекс. Соседи Алексею Ка уже, конечно, изучают внимательно его бизнес. И они обнаружили, что у него что-то в Тверской области завелась какая-то лесопереработка или что-то в этом духе. Отлично. Алексею Кукан и туда доберутся, если вы и в Твери кого-то обидели. Ну, жители Твери, обращайтесь, да? Я даже в Тверь приеду, потому что я ненавижу людей, которые грабят таких же, как мы. Свой средний класс, да? Алексею Кукан. Глава городского поселения Большие Везёмы Сергей Хацыев, узнав о том, что идут разборки в этом посёлке, приехал и встретился с местными жителями в присутствии Алексею Ка. Но, судя по всему, он занял сторону Алексею Ка. Вы должны написать заявку управляющей компании, управляющая компания обязана принять меры для восстановления из этой зоны ответственности. А вам, если у вас нет договора на обслуживание на вот этого, да, этого пуска, сетей, я честно... Давайте, говорите, говорите. Вам должны выставить счёт, и вы по этому счёту должны оплатить работу. Сергей Хацыев, я вот набрал в интернете вашу фамилию и имя и узнал, что есть петиция с просьбой снять вас с должности. И в этой петиции написано, что существует муниципальное предприятие «Везёмый инжиниринг». И оно якобы грабит местных жителей, выводит налево деньги, бог знает что, и при этом не занимается главным обслуживанием домов бедного населения, тех 12 тысяч жителей местных деревень, которые находятся на попечительстве Хацыева. А? Хацыев, мне дальше копать, нет? Или, может быть, отстанете от жителей вот этого посёлка? Скажите своему Алексюку, что 12 тысяч рублей в месяц и 4 миллиона рублей чистой прибыли в год – это отличные деньги, и больше не надо. Вам нужно быстро починить что-то? Да, да. Заключайте договор с нашей компанией, она быстро будет. На что? На что? На что договор заключить? На что заключить договор? На служение нашего посёлка. Да, нам сказали все вопросы к тебе, Костя. К собственнику и смотрим, авария это или нет. Да, да. Костя, твой управляющий, вот, видишь, кто отец. Костя, твой управляющий, Алексей, сказал... На что-то видеосъёмку, что ли? Да.